В эти минуты в Москве стартует ежегодная пресс-конференция президента России. Владимир Путин традиционно ответит на вопросы журналистов, касающиеся внутренней и внешней политики, социальных обязательствах и экономики. В формате живого общения с прессой президент подведет итоги года и расскажет о планах на будущее. В этом году освещать масштабное мероприятие будет рекордное количество журналистов – почти полторы тысячи человек, как из России, так и за рубежа. На конференции работают и наши коллеги. В телефонном интервью Мария Владимирова рассказала, какие вопросы готовят журналисты к встрече с президентом. Можно сказать, что все они находятся здесь. Подготовка к пресс-конференции началась с раннего утра, с 8 часов. Начался пропускной режим, досмотр оборудования и, в общем-то, самих сотрудников средств массовой информации. Далее здесь развернулись в своего рода такие пресс-площадки, на которых нам удалось пообщаться с нашими коллегами из северных регионов. В том числе удалось узнать, что волнует их. В общем-то, наши проблемы схожи. Из республики Коми вопрос планируют задать, касающийся развития моногородов, ибо никакого промышленного производства там нет, и достаточно сложно в новых экономических условиях и реалиях проживать. Жителям, кроме того, жителей северных регионов, обволнует вопрос северных надбавок, потому что мы живем в условиях крайнего севера, где минус 35 – это у нас, как на юге, жара. В общем-то, все ожидаемо. И поэтому люди хотят жить комфортно и быть уверены в том, что северные надбавки будут сохранены. Кроме того, жители северных регионов волнует развитие транспортной инфраструктуры, ну и само развитие Арктики, потому что сейчас огромное внимание уделяется со стороны государства этому вопросу. Ну а мы, как арктический регион, тоже поддерживаем наших коллег и других средств массовой информации. Также нам удалось пообщаться с нашими коллегами из Ленинградской области. Они планируют задать вопрос, который касается введения сухого закона в Российской Федерации. С чем это связано, я думаю, все понимают трагедию в Иркутске. Поэтому журналисты хотят предложить президенту России Владимиру Путина ввести сухой закон, спускай хотя бы на один день. И этот день выбран 1 января. Посмотрим, что ответит на этот президент. Напомним, это уже 12-я пресс-конференция Владимира Путина. Традиционное общение с прессой президент отводит несколько часов. Рекорд продолжительности был поставлен в 2008 году. Пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут.